Программу представляет Дом эстетики и медицины Формула. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Ухоженная внешность в зрелом возрасте – это процесс непрерывный. Как его правильно организовать и что для этого готовы предложить профессионалы бьюти-индустрии, смотрите далее в выпуске. Выражение «встречают по одежке» сегодня обретает все более широкий смысл. Под одежкой подразумевается ухоженный внешний вид в целом. В цене не столько одежда, сколько подтянутая фигура, легкая походка, здоровая кожа и блеск в глазах. Чтобы все это было в балансе, может потребоваться помощь специалистов разного профиля. Как осуществляется это в системе, выясним на примере Дома эстетики и медицины Формула. В первую очередь, конечно же, пациент попадает в специалисту для того, чтобы сделать диагностику, посмотреть и выявить его проблему. Направленность максимально и как на коррекцию тела, на оздоровление, на поднятие жизненного тонуса, вывести человека из его каких-то определенных депрессивных состояний, продлить его качество жизни и уровень жизни. Исходя из этого составляется программа питания, занятия на специальных тренажерах, а если необходимо, то и психологическая поддержка. Дополнительно в помощь тем, кто правильно питается и усердно занимается, аппаратные методики работы по телу. Аппарат прессотерапии, аппарат LPG-руликовакуумный массаж, который способствует на подтяжку тургора кожи, уменьшение жировых отложений в определенной сложной зоне. Меостимуляция для тонуса мышц, аппарат криолиполиза, аппарат, направленный на снижение объема. Реф-лифтинг. Также работа по телу, максимально уплотняя и выработку коллагена для того, чтобы потянуть кожу, потянуть область внутренней поверхности бедер, внутренней поверхности рук, галифе, различные зоны. Процедура направлена на максимальное расщепление подкожно-жировой клетчатки. Это лазерный липолиз. За детоксикацию в этом процессе отвечает кедровая бочка, различные виды обертывания, а также ручные массажные техники. Они же исцеляют и от различных недугов, связанных с малоподвижным образом жизни. Чередовать пилинг, биоревитализацию, плазмолифтинг и мезотерапию достигнут максимальных результатов за довольно-таки за короткий промежуток времени. Из тех многочисленных процедур, которые имеются в нашем центре, мы, конечно же, подбираем индивидуальный подход, индивидуальные процедуры для того, чтобы пациент стал моложе, счастливее и стройнее. Ухоженная внешность и красивая фигура – это непрерывный процесс. Измениться кардинально за один миг невозможно. Но если настроить себя решительно и начать работу, улучшения обязательно наступят. К счастью, сегодня можно рассчитывать на помощь специалистов, в арсенале которых передовые достижения эстетической медицины. Современная мода стирает границы между молодежной одеждой и возрастной, одеждой для стройных и тех, кто с формами. О креативной концепции в современном дизайне речь пойдет далее. ДИЗАНЕРСКИЕ МОДНЫЕ ВЕЩИ Я бы порекомендовала миксовать это с очень лаконичными формообразующими вещами. Потому что эксцентрика, что-то такое самоироничное, оно, как правило, гипертрофированной формы имеет. Мне кажется, было бы уместным комбинировать это с какими-то очень простыми, лаконичными, такими формообразующими, базными вещами. Тогда это будет действительно очень выразительно. Модная одежда больших размеров в этом сезоне вполне демократична. Она не навязывает какие-то строгие правила. В частности, меняется само понятие базовых вещей. К ним теперь относят не только предметы лаконичного дизайна. Я действительно считаю, что базовая вещь, это не значит, что, как завещала Ирина Хромченко, что это обязательно юбка-карандаш и сорочка мужского кроя белого цвета, да, что это обязательно тренч и лодочки на высоком каблуке. Совсем нет. По моему мнению, и, кстати, это согласуется с моим опытом, на самом деле, базовая вещь – это та вещь, которая у тебя миксуется как минимум с тремя вещами из уже существующего гардероба. То есть базовая вещь может стать любая из этих вещей, если она согласована с твоими ценностями и с большинством ситуаций, в которых ты в своей жизни среднестатистически, так скажем, находишься. Очень часто девушки плюс-сайз избегают креативных решений в гардеробе. По этой причине изысканных и эффектных вещей в гардеробе катастрофически не достает. Стилисты же рекомендуют перестать скромничать и начать экспериментировать и с цветом, и с силуэтом, и с фактурой. А главное – не ждать тех времен, когда ты вдруг похудеешь. Я за то, чтобы жить здесь сейчас и одевать себя нынешнюю, а не будущую какую-то гипотетическую. То есть, да, надо, конечно, одеваться, но еще раз говорю, надо отталкиваться от своего состояния, потому что одежда вообще – это очень сильный на самом деле инструмент. Она говорит о нас до того, как мы как-то проявляемся в этом мире. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. То есть, что мы хотим сказать, куда мы пойдем, какие обстоятельства. Поэтому именно отсюда, мне кажется, вытекает решение, тот или иной цвет надеть или нет. Поэтому, да, в первую очередь, нужно научиться слушать себя. В первую очередь, надо научиться, наверное, себя любить. Я понимаю, что это какие-то такие сложные философские, наверное, понятия, но тем не менее, как ни странно, вот это для одежды тоже работает. Современная мода доказывает, что одеваться красиво можно вне зависимости от возраста и комплекции. Для того, чтобы собрать стильный и практичный гардероб девушке с размером плюс, нужно наполнить его только беспроигрышными коллекциями. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Дизайнерские решения на каждый день и для особых случаев в салоне одежды «Максимода». Стильные идеи для ценителей красоты и индивидуальности на Пушкина 60. «Максимода». Детский благотворительный фонд «Андрюша» представляет. Голос без границ. Концерт Игоря Монаширова. От классики до джаза. 24 ноября. Концертный зал имени Прокофьева. Заказ билетов 235 75 55. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Два дня в режиме нон-стоп. Несколько тысяч участников форума, профессионалов, любителей фитнеса и современных танцев занимались у преподавателей из Кубы, Франции, Швеции и Москвы. Мы берем в фитнесе танцевальное направление и, естественно, хореографические роки. По контемпораре и по хит-попу это роки больше для любителей современной хореографии. Но на сегодня идет такое смешение стилей, такое проникновение фитнеса и хореографии друг в друга, что порой даже не отличишь, к какому направлению отнести данный вид движения. По словам организаторов фитнес-форума, главная цель события – познакомить жителей нашего города с модными танцевальными направлениями, которые, в свою очередь, происходят в результате трансформации классических стилей. Все стили трансформируются. Например, классический балет становится другим. Если взять, к примеру, Нижинского, Барышникова, Нуриева, Майо Плесецкую – это был более эмоциональный танец. В наши дни танец более технический – высокие прыжки, сумасшедшие повороты, требования к растяжке. Со временем все танцы трансформируются – модерн, постмодерн, контемпорари, даже хип-хоп. С тех пор, как я в первый раз танцевал брейк-данс, когда он только появился, он был простым. Сейчас он включает в себя много разнообразных движений. Дело не в стилях. Дело в том, что меняется тип тренировки. Классическая аэробика и степ уходят в прошлое, потому что они становятся более продвинутыми. Люди не хотят следовать рутине, поэтому в это направление приходит танец. Мы разбавляем тренировки танцем, легким танцем ниже среднего. Люди повторяют – им это нравится, и постепенно их уровень повышается. Осново «кардио». Конечно же, так как люди из аэробики, мы все, да, мы заточены на то, чтобы был пульс, жир-жигание, тортота, вот эти все штуки. Но, несмотря на это, все равно хочется двигаться красиво и хочется людей научить двигаться красиво. Заряда энергии и хорошего настроения участникам форума должно хватить на год. А там настанет время обновить свои знания танцевального фитнеса. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько идей на тему обновления сезонного гардероба. Определенно, рубашки – самый лучший вариант одежды для рабочих будней. Однако сегодня, чтобы выглядеть современно, необходимо пересмотреть свое отношение к этому предмету гардероба. Классические однотонные актуально заменить на характерные, с ярким, необычным дизайном. К таковым можно отнести вышивки, например, цветочные. Подобные декоры – свежий штрих для классической однотонной рубашки. Абстрактные или этнические принты – тема до последнего оставалась нишевой. Сегодня ее включают и в деловые капсулы. При условии, что они представлены в сдержанной цветовой гамме или встречаются в отделке. Еще одна яркая идея – пижамная тема. Принт с широкой полоской, будто с мужского плеча, подают с облегающими леггинсами и высокими каблуками. И если говорить подробнее о крое, тут наряду с асимметрией по-прежнему в почете оверсайз. В применении к рубашкам тенденция эта прослеживается в расширенной линии бедер. Это эффектная стильная альтернатива классическому решению белый верх – темный низ. Блуза или рубашка чаще всего выглядят сложнее и дороже в сравнении с демократичными топами или футболками. Потому на эту категорию одежды стоит обратить свое внимание. Мода как увлечение – источник дохода и образ жизни. О личном и профессиональном, типичном и нестандартном. Об истории развития, прогнозах и перспективах моды в Челябинске рассказывают те, кто ее создает. Это невозможно не любить, если ты здесь работаешь. И невозможно работать, если ты не любишь. Если бы мы просто выкстригли и красили волосы, не думаю, что парикмахеры были бы так успешны. Я, когда своих клиентов не вижу в своих вещах, меня очень это беспокоит. Думаю, неужели эта вещь не любила, неужели она ей не подошла. Проект команды «Бьюти Тайм» – мода как бизнес. Смотрите на 31 канале. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Sony Кривой 30. Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет уникальные аппаратные технологии за один час, красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 3395. Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-отелье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкино 32. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Новый выпуск «Модной темы» посвящен акцентам этого сезона. Как сделать гардероб разнообразным и индивидуальным, смотрите прямо сейчас. Для человека по-настоящему стильного модные тренды не руководство к действию, а свежие идеи на тему современного гардероба. Можно, конечно, следовать им слепо и бесконтрольно, но лучше пойти по пути индивидуальности, присмотреться и выбрать свое. Модные тренды – это игра, в которую мы всегда предлагаем поиграть, потому что это интересно. Вы смешиваете один модный элемент с другим модным элементом, разбавляете все это базовыми какими-то моделями, и всегда получается что-то новое. Но не забывайте о своем собственном стиле, индивидуальном. Это всегда модно, актуально. Что касаемо стилей, основной стиль этого сезона, он уже в устойчивой позиции держит давно – это спортшик. Это соединение, казалось бы, изначально не соединяемых вещей. То есть сегодня мы юбки-пачки, шелковые топы носим со спортивной обувью. Например, в классических костюмах используем спортивные элементы. Спортивные костюмы, они исполняются из более благородных, достойных тканей, таких как шелк, шерсть. Обильно украшаются вышивками, пайетками, стразами. В подобных вещах данного стиля вы всегда выглядите очень достойно, и вам при этом достаточно комфортно. Верхнюю одежду в качестве акцента предлагают весь последний год. Именно поэтому данному элементу гардероба в нынешнем сезоне недостаточно быть только теплым. Сегодня очень актуально пальто. Это альтернатива паркам, курткам, и пальто всегда выводит ваш стиль на новый уровень. Большое внимание уделяем деталям, акцентам и качественной фурнитуре. Еще из основных трендов сезона – это длина мити. Она используется в брюках, губках, пилотах. Длина очень интересная и практически всем подходит. Фактура – это тренд, который характеризует моду нынешнего десятилетия. В этом сезоне букле, бархат и ворсистый мех встречаются во всех категориях одежды. В этом сезоне большое внимание уделяется фактура. То есть это кожа, мех. Как полностью изделие может быть из кожи и меха, так и отдельные ее детали. Также большое количество трикотажных аутфитов. И основным таким трендом этого сезона – это трикотажный кардиган, который мы бы рекомендовали носить с более легкими моделями одежды. То есть это легкие шифоновые платья, юбки и, например, грубая обувь. Фактура в сочетании с монохромом – это вообще отдельный тренд сезона. То есть мы совмещаем разные фактуры в одном цвете. То есть, например, блуза из шелка, юбка из шерсти, винных оттенков. Большое внимание в этом сезоне уделяем деталям, аксессуарам. Броши, аксессуары, золото, серебра, бисера, пайеток можно применять в различных стилистических решениях. Можно украшать пальто, классические костюмы, костюмы в стиле спортшик, кэжуалшик. Вы всегда будете выглядеть индивидуально. Что касаемо колористики, то на сегодняшний день хит сезона – это красный гренадий. Каждая модница использует его в своем кардеробе. И хотя бы маленькая деталь у вас должна быть красным цветом. Сегодня моду творят не только дизайнеры, но и стилисты. Одни придумывают оригинальные модели, а другие помогают сочетать их между собой. Так рождается индивидуальность. Главное, к чему стремится современная мода. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсы модных событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я» имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова